Всем привет, мои хорошие! Вы у меня на канале, который посвящен изучению немецкого языка. Меня зовут Диана, но сегодня мы поговорим не о немецком языке, а о документах, которые нужны, чтобы сделать визу невесты или визу на высоте семьи, если вы собираетесь выходить замуж за гражданина или гражданку Германии, или уже замужем, и какие документы вам нужны для визы и других учреждений ЗАГСа и так далее. Итак, я уже делала одно видео, но так как камера у меня была плохая, качество звука очень плохое, я решила то видео разбить на несколько частей, потому что в том видео говорилось о всем, о целом процессе, с чего начиналось и чем заканчивалось, а сейчас я расскажу конкретно о документах для ЗАГСа и для суда, чтобы суд разрешил вам жениться, или если вы женитесь по визе невести, тогда вам понадобятся эти документы, еще кое-какие документы, полный список вы можете найти на сайте посольства Германии, вам надо будет просто дополнить пакет. Если вы собираетесь жениться по обычной туристической визе, а потом делать визу на воссоединение семей, то именно эти документы вам пригодятся, так как делали мы, мы решили сначала пожениться, а потом делать визу. Первым делом, в одной из моих посещений Германии Катебула, мы с мужем, ну тогда моим женихом еще, пошли в штансамт и взяли список документов, которые необходимы, чтобы нам можно было пожениться, чтобы суд нам разрешил жениться. В этот пакет входили такие документы, как загранпаспорт вам требуется, внутренний паспорт, точнее не сам паспорт, а нотариально заверенная копия российского паспорта вместе с апостелем, свидетельство о рождении с апостелем и справку, ну так как я не была раньше замужем, мне нужна была справка о том, что я не была замужем, также вместе с апостелем. Итого у нас три апостеля получатся на копию паспорта, на справку из ЗАГСа и на свидетельство о рождении. Если вы были раньше замужем и разведены, и если у вас есть дети, список документов может увеличиться, так как вам потребуется свидетельство о браке с апостелем, потом свидетельство о расторжении брака с апостелем, документы на детей, свидетельство о рождении с апостелем и так далее. Но так как я замужем не была, мне нужно было взять справку в ЗАГСе о том, что я не была замужем. Я пришла в ЗАГС, который относится к моему району, просила у них там эту справку, они мне очень быстро сделали сразу же, за 300 рублей, если я не ошибаюсь, я заплатила госпошлину. И потом я ставила апостель на эту справку в архиве ЗАГСа. Мне поставили апостель тоже за один день это все сделали, апостель стоит 2,5 тысячи в России, на все документы апостель стоит. Дальше. Нотариально заверенную копию паспорта я делала у обычного нотариуса, он мне сделал копию. Заверил ее, и на эту копию тоже нужен апостель, апостель я делала в Министерстве юстиции. Там мне это тоже сделали сразу, но это может занимать до нескольких дней, смотря если у вас большой город, это может занять 2-3 дня. Также 2,5 тысячи апостель стоит. Нотариальная копия у меня вышла где-то около 1000 рублей, 1200. Дальше. Свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении у меня было еще советское, как вот такая книжечка, не нового образца, но на такое советское свидетельство о рождении апостель не могут поставить, так как этой страны уже нет Советского Союза. Из-за этого мне пришлось делать дубликат нового образца, но так как я родилась в совсем другой области, и мне пришлось, я нашла их адрес в интернете, созвонилась, телефон нашла, и они мне скинули всю информацию на почту, квитанцию, я это все платила, отправила им, и они мне прислали уже новое свидетельство о рождении, уже вместе с апостелем, потому что апостель должен делаться там, где выдавался документ. Так, получается это полный список, загранпаспорт, нотариально заверенная копия паспорта вместе с апостелем, свидетельство о рождении нового образца вместе с апостелем, и справка о том, что я не была замужем вместе с апостелем. Если вы были замужем, вам надо справка о том, что вы были замужем с апостелем, и свидетельство о расторжении брака с апостелем. Если есть дети, еще нужны, наверное, копия, то есть свидетельство о рождении с апостелем, и, наверное, еще какие-то документы, это уже вы должны уточнять в своем штандозамке. Кстати, список документов может отличаться, потому что в каждой земле могут требоваться свои документы. От мужа у меня требовали, ну так как все его данные уже есть у них, он просто принес свой ausweis, и еще у него просили справку о работе, о последних трех зарплатах он приносил, и все. Я сделала этот пакет документов, собрала, приехала все еще раз опять в Германию. Нам нужно было эти документы перевести. Перевод лучше делать в Германии, так как российские переводы они могут не принять. Когда мы брали список документов, нам также дали сразу список людей, кто занимается переводом. Мы выбрали одного человека из них, кто ближе к нам живет, и отдали этот пакет документов, и нам за пару дней все перевели на немецкий язык. Все мои документы, все документы, кроме загранпаспорта, которые на русском языке идут, все документы нужно перевести на немецкий язык вместе с апостелями. За это мы отдали примерно 60 евро за свидетельство о рождении, за паспорт о Кубе и за справку из ЗАГСа, что я не была замужем. 60 евро. Ну, это вообще дешевая цена, может выйти дороже. Причем, чем больше у вас документов, тем дороже это будет. Итак, мы собрали все документы с переводами, пришли в ЗАГС и отдали все эти документы в ЗАГС. И также или сразу, или после, когда суд разрешил, надо оплатить еще госпошину 70 евро. Кажется, 70, если не ошибаюсь. Итак, мы отдали все документы, и нам сказали ждать примерно месяц-полтора. Эти документы были перенаправлены в суд местный, и суд должен был решить, можно нам жениться или нет. Впоследствии они нам дают ответ, можно или нет, и дальше уже, если результат положительный, мы должны были выбрать дату свадьбы. Но ответ нам пришел где-то через 2-3 недели, намного раньше, чем мы планировали. Потом муж пошел, назначил дату свадьбы и заплатил пошлину, да. Что еще нужно знать? На церемонии регистрации лучше иметь переводчика. Нам в ЗАГСе сказали, что переводчик не нужен, если я понимаю немецкий, но в день росписи нам сказали, что переводчик нужен, и слава богу, из наших друзей был человек, кто знает русский и немецкий, и у него был свой паспорт, и мы его оформили как переводчика. Просто родственников, членов семьи нельзя делать переводчиками. Вы можете взять любого человека, но он не должен быть вашим родственником. Можно брать друга, кто знает хорошо, и тот, и другой язык, и просто нужен его паспорт и его оформлять как переводчика. Но лучше позаботьтесь об этом заранее. Дальше. Мы играли свадьбу, но остальные документы уже я расскажу вам в следующем видео, как я сдавала А1, и что мне для этого нужно было, как это все проходило, какие документы я готовила для визы на воссоединение семьи, как долго это длилось, как это все происходило, и по приезду в Германию, какие документы я оформляла здесь. Так что ждите новое видео. Я надеюсь, я рассказала всю информацию, ничего не упустила. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать комментарии, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok